Позиция председателя комитета нас заставляет голосовать против амнистии. Депутат Госдумы задаёт чёткий вопрос. Назовите авторов амнистии самой большой, 19-го года. Он игнорирует начисто. Назовите, сколько амнистий всего внесено, в каком состоянии они находятся. Это наше право. Вот ЛДПР внесла около 10 проектов амнистии. Комитет их даже не рассматривает. В пору ещё большой такой революции, которая у нас произошла, плохой революции, отвратительной, 91-й, 93-й, без всякого согласования с какими-то органами, как нам советует депутат Кашенинников, со всеми согласовать. Это наше единственное право у Государственной Думы. Единственное, что мы можем сделать, принять постановление об амнистии сами, самостоятельно, без указания откуда-либо и без согласования с кем-либо. Это наш акт доброй воли. Можно согласовывать, пожалуйста, но это наше собственное. Как пересчётная палата. Наша она должна быть, по идее, полностью. Чтобы мы и аудиторов назначили, и председателя назначили. И никакой соцсет федерации здесь не должен участвовать. И вообще никакие другие структуры. Но пока этого нет. Я ещё раз говорю. У нас 20 лет Государственной Думы, и мы должны показать, что мы сделали. Я прошу все комитеты, особенно правовые, показать вложения. Сколько вложила каждая фракция за 20 лет. Мы же празднуем 20-летие. Давайте покажем размер интеллекта каждой фракции. Сколько они внесли проектов законов, каких. Как они выступали. В машину загоните. Вот завтра будет закон Паран. Вот есть машина, она всё вычислит. Отдайте все стенограммы заседания. И она покажет, кто здесь чем думает, каким местом. И всё остальное. Чтобы не люди думали, решали. А машина. Такой ЕГЭ для Государственной Думы. Так вот, фракция ЛДПР была автором той амнистии. До сих пор это скрываю. До сих пор. Потому что стыдно им сказать, что оппозиционная партия освободила из тюрьмы всех заключённых. Всех до одного. 23 февраля 1994 года. То, что касается этой амнистии. Я читаю в прессе, что с депутатами обсуждают этот проект амнистии. С депутатами фракции ЛДПР никто ничего не обсуждал. Представитель комитета даже не желает отвечать на наши вопросы. С какой стати мы должны поддерживать? То есть даже это, не хватает элементарного такого, знаете, скромности. Депутат задаёт вопрос, а он уходит Кошинникова. Отвечает на вопрос Локотя. А Локоть вышел вообще в коридор в это время. Локотя нет уже. Вам другой депутат задал вопрос. Кто автор амнистии? Кто автор амнистии? Детский вопрос вам задали. Детский. Для ребёнка. Но Кошинников не хочет отвечать. Поэтому вас убрали с поста министра юстиции. Именно поэтому. Вот в этом смысле мы не будем голосовать, потому что мы внесли поправки. Я надеюсь, Иван Иванович, будет обсуждение, озвучивание. Мы не говорим обсуждать. Может не обсуждать. Будет обязательно. Но озвучить мы просим. И я обосную. Три минуты у меня будет на каждую поправку. Вкратце я скажу, что мы настаиваем, чтобы амнистированные ехали жить на постоянное место жительства на Дальний Восток. Здесь им нечего оставаться. Здесь они слишком быстро обогатились. И здесь снова у них появится желание обогащаться. И второе, исключить статью 159. Мошенничество. При предварительном обсуждении нам объявили на всю страну. Мошенники не будут амнистированы. Сейчас смотрим. 159 прим, 159 четвертая. Включены. Значит, товарищи хотят освободить. Кто-то хочет своих товарищей освободить и включать. Мы не против. Если бы сейчас не было выступления про Шининикова, мы проголосовали бы за. Потому что это выпускать надо из тюрем. Не сажать, а выпускать. Всех выпускать. А ставить в тюрьмах только убийц, это 200 тысяч. И мошенников 100 тысяч, 300. А сидит 700. 400 тысяч нужно выпустить. 400 тысяч. Семей получат своих отцов. И выпускать в первую очередь нужно мужчин, умеющих работать. А вы 100 лет только говорите. Инвалиды, пенсионеры, дети. Они будут работать. Кто работать будет у нас с вами в стране? Именно их нужно освободить. И заставить работать честно. Вы все еще инвалидов выпускаете. Справа сделали их инвалидами, потом в тюрьму посадили, потом выпускаете. А те, кто могут работать, у вас сидят в тюрьмах. Мы это поддержать не можем. В первую очередь нужно их выпускать. Это золотой фонд страны. Их неправильно посадили, мы согласны. Это нужно статьи эти отменять. Людей выпускать. Но из-за позиции Крошининникова поддержать не будем поддерживать. Пусть поддерживают те, кто хотят выпускать своих друзей. Поэтому здесь пусть на будущее представитель комитета думает. Вы должны с фракциями работать, Крошининников. А не с самим собой и своими друзьями. Ваша задача объединить депутатский корпус, если вы представитель комитета. А вы ничего этого не хотите. Вам это не нужно все. Вы 20 лет нам вред наносите. С сельскох времен. И вас не можем остановить. Вы еще представитель комитета. Голосовать не будем. Спасибо, Владимир Вольфович.